Всем привет! Если вы это слышите, значит вы выбрали аудиоверсию подкаста. На матче Лиги Чемпионов я делаю и видеоверсию со специально подобранным видеорядом. Она доступна в телеграм-канале Ежеграм. Настоятельно рекомендую подписаться на него, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за то, что слушаете. А теперь погнали! Пятая встреча с Атлетико наконец принесла очки Локомотиву. Та самая нестыдная ничья, на которую я надеялся в разборе с Баварией, все-таки состоялась. И это превосходно. После игры Никрович сказал, что с Баварией Локомотив играл лучше, но очков не набрал. А с Атлетико хуже, зато одно очко в кармане. И во-первых, это разумно. Нынешняя Бавария это монстр, с которым немного шансов у любой команды мира, как бы хорошо она не играла. А Атлетико застрял в режиме перестройки. А во-вторых, я все-таки не соглашусь с тренером. Локомотив не играл с Баварией лучше. Просто с ней в принципе легко и приятно играть. Бей за спины защитником, беги, за всех сил и моменты будут. Вот они были, например, у Зальцбурга. А то, что мы в ответ не получили 6, это не потому, что наши защитники играли идеально. Просто в конкретной игре вдруг перестало залетать у Комана или Вандовски. У них потом так же не залетало с Кельном. А с Зальцбургом разозлились на 2-2 и снова полетело. Это Бавария, извините. А вот с Атлетико уже именно действия наших игроков привели к тому, что за весь матч грозные испанцы не реализовали только один явный момент. Когда Суарес с острова, но вполне реального угла пробил вдоль ворот головой. Мы еще вернемся к этому моменту позже. И лично для меня такая игра Локомотива стоит сильно дороже, чем эфемерная возможность поймать Баварию на контратаках. Вообще, строго говоря, стиль игры Локомотива по сравнению с прошлым матчем не сильно изменился. Мы ушли от елочки к стандартам 4-4-2, которые прекрасно работают на нейтрализацию 4-4-2 соперника. Но это больше про построение игры в обороне. В атаке принципы остались теми же. Нас закрытый стиль игры полностью устраивал, а Симеоне принципиально от этого построения не уходит. Хотя, откровенно говоря, футболист у него явно не для этой схемы. И тот же Суарес чувствует себя крайне неуютно. А Маркос Льоренте, один из лучших игроков Атлетико на данный момент, в матче с нами в принципе не понимал, в чем его роль на поле. Не понимал и Симеоне, поэтому убрал его с поля, и это был один из нескольких подарков нам от Диего. В атаке же мы старались искать пространство за спинами крайних защитников, выходить из-под прессинга и выдавать идеальные разрезающие передачи. Но вот в чем разница между Атлетико и Баварией. Даже при неустраивающем счете, Атлетико держал свою линию обороны довольно глубоко, и все подобные передачи приходилось делать аж в чужую штрафную. И либо сами защитники и подстраховка справлялись, либо мечи собирал облак. По сути, за матч у нас прошла одна единственная атака, и учитывая ровно те же действующие лица, она очень ярко отражает разницу в игре Атлетико и Баварии. Там, где игроку Баварии приходилось отыгрывать фору, а еще пара игроков Баварии бежали где-то серьезно позади, у Атлетико действовал четкий квадрат. Один игрок с Зе Луиша, мешая ему пробить, один контролирует возможную передачу на Рефата, и еще двое держат линию штрафной на случай передачи назад. Выход Зе и Рефата на ворота Баварии был явным упущенным шансом, а выход Зе и Рефата на ворота Атлетико мог закончиться взятием ворот только чудом. С Атлетико даже банально перейти половину поля было гораздо сложнее, просто потому что там, где Бавария давала пространство, у Атлетико всегда было два игрока, и один еще набегал отбирать. Отдельно отмечу Зе Луиша, который при всей своей активности провел очень низко эффективный матч, сделав за 90 минут всего 8 точных передач, в то время как с Баварией их было аж 15. Вторым нападающим у Локомотива был Федор Смолов, и его показатели в сравнении с матчем с Баварией еще хуже. Если с Мюнхеном Федор много играл в подыгрыши и сделал 25 точных передач, то с Атлетико точных было всего 11, при том что у остальных игроков Локомотива вовлеченность в игру мало изменилась, а у Криховика так и вовсе сильно возросла. И с одной стороны это конечно заслуга обороны Атлетико, которая отрезала нашу атакующую линию и не дала шансов облаку показать свое вратарское умение. С другой конечно и слабость наших атакующих футболистов, и мой извечный вопрос, а зачем нужен был в этой игре Федор Смолов, минуте на 60 после его замены, сменился на не пора ли ли выпустить Эдера, который как раз очень неплохо умеет цепляться за эти навесы и навязывать борьбу. Вряд ли бы это позволило сильно надавить на ворота Атлетико, но думаю помогло бы чуть отодвинуть игру от наших ворот. С другой стороны, ну мы не пропустили, да и опасность у наших ворот начиная с какого-то момента вообще вспомнить не получается. Собственно этот обзор будет коротким, потому что разбирать в этом матче особо нечего. У Атлетико громадные проблемы с построением атак, они пробовали использовать прием Баварии с забросом на Трипьера, который должен был в касание переводить мяч в центр, но и забросы были кривые и Трипьер далеко не Павар. Они пробовали дальние удары, но во вторник в огне был Гильерме, они пробовали навесы и Жоау Феликс даже частенько выигрывал борьбу в воздухе, но основные ударные силы подключались редко, а Феликс все же лучше играет ногами, чем головой. Правда один раз все-таки проспали, и это конечно чистейшая безалаберность. После выноса подачи с углового мяч пришел к Эктору Эрери. Хименос, подключившийся к угловому, решил еще раз попытать счастье в штрафной, и ведь Зе Луиш это заметил, и долго стоял с протянутой рукой, показывая, мол, держите и уругвается. И Криховик с Игнатием его видели, Влад даже сделал движение к Хименосу, но остановился на линии штрафной. И только Мурило не внял и не понял опасности, в очередной раз ошибшись с позиционкой при игре головой. На сегодняшний день это, пожалуй, главная проблема нашего бразильца. Второй главный момент Атлетика в этом матче, это прямое продолжение главной проблемы другого нашего центрального защитника Райковича. Судя по всему, он прекрасно осведомлен о своей невысокой скорости, и поэтому берет себе запас в несколько метров, чтобы нивелировать отставание при необходимости рывка. К сожалению, это нередко приводит к тому, что Слободан ломает линию офсайда. Многие это заметили в матче с Баварией, но тогда это не приводило к проблемам. Здесь же, из-за нахождения Слободана внутри вратарской, Суарес получил возможность прервать свою пятилетнюю серию без забитых мячей. В принципе, Суарес мог забивать даже ногой. Столь долгое нахождение на поле Луиса Суареса, это еще один подарок нам от Диего Симеоны. Матч он провел катастрофически плохой. Этот и несколько других моментов были созданы в начале второго тайма, когда вышел Коки вместо инертного Сауля. И впервые за матч появились серьезные опасения за нашу оборону. Если в первом тайме мы успевали за скоростями Атлетика, то во втором перемещение игроков частенько ставили нас в тупик. Особенно горячо было на фланге Живоглядова, куда то и дело смещался Жуау Феликс. И в этот период мы действительно могли дрогнуть. Но с выходом Жималединова, пускай сам Рефат сыграл не слишком удачно и допустил как минимум два глупых обреза, опасность начала сходить на нет. Помните, как в прошлые два года мы офигевали, что каждый опасный момент у наших ворот заканчивался голым? И нам твердили, что это Лига Чемпионов, где наказывают за любую ошибку. А потом мы смотрели любой другой матч Лиги Чемпионов, в котором нападающие мирового уровня мазали с двух метров. Вот кажется нам наконец воздалось. Суарес, Ливандовский, Коман, Дака транжирят моменты, а мы даже без нормального подхода к воротам получаем шанс на пенальти. Хотя и тут надо отдать должное нашей команде. Гильерми в очередной раз выловил мяч после навеса и начал быструю атаку, которая за несколько секунд дошла до чужой штрафной. И завершалась безадресным навесом, зато в темп и без лишних подготовительных передач. Как раз такие действия и заставляют игроков обороны ошибаться, как это сделал Эктор Эрере, выставив руку. Пенальти по нынешним трактовкам – железный. После фиаско с ротором Антон Миранчук уверенно переиграл облако. И его железные нервы – это тоже прекрасная для нас новость, как и продление контракта Антона. Очко, добытое в матче с Мадридом, на самом деле решает немного. Все равно все будет решаться в домашнем матче с Альцбургом. Разве что чуть больше запаса прочности появилось в плане возможной ничьи в московском матче. Но моральный фон должен наконец поменяться. Наконец-то усилия выздались набранными очками. Год назад и неделю назад, несмотря на хорошую игру, нам все время щелкали по носу и увозили из Черкизова три очка. А тут наконец выстояли. Эта игра не должна вводить в заблуждение, мол мы играем на равных с Атлетикой и Баварией. Если наши ребята слишком сильно поверят в себя и перестанут выкладываться на 150%, спуск с небес будет произведен очень быстро. По-прежнему в каждом матче мы должны терпеть в обороне и играть на то, чтобы забирать очки, а не запомниться нестыдными поражениями. Пока что этих очков у нас сильно меньше, чем хвалебных песен, выданных по итогам первой половины группового этапа. Что ж, впереди вторая половина, со всех сторон более сложная. Но, думаю, локомотив уже доказал, что может удивлять и играть хорошо. Поэтому желаю ребятам достойно сыграть с Динамо, а затем отдохнуть и перезагрузиться перед решающим отрезком этого странного 2020 года. Слушайте ежеподкасты, приходите на стримы и оставайтесь на связи, судя по всему будет интересно. С вами был Тим, пока!